Малоутюковская средняя школа Калинковицкого района и Тихинецкая Рогачевского стали переможцами областного огляду конкурсу школьных музеев, присвеченного 75-ти годию вызволения Беларуси. На первом этапе в делу им приняли 25 установ Гомельщины, в финал вышли 10. Олег Сентяров об особенностях музейной работы на сучасном этапе. Ось гэтак робит система Мосина, узору 1944 года. Ранее, коли пошанцуя, яку можно было убачить, навод у школьном музее. Зараз умовы змянились, зброи можно заховыць. Только у державных музеях, где продовлежжены отповедные и вельми строгие умовы заховынням. У денеки областного конкурса школьных музеев с такими подоходами погаджаются. У рейси собрать такие же коллекции той же зброи, які знаходятся у державных установок, школы просто не могут. По великому рахунку для гэтага у научайных установок нема ни махчимостей, ни необходных для набытия экспонатов сродков, ни умов для заховыння. У той же часа они могут накеровать свои намагания на работу, для яких убойных установок просто не хапая сил. Размогу у першых чергов до следующей работе, коли школьники збирают материалы об своих родных, удельниках, великое чинное. То есть для них интерес идёт именно из семьи. Главное, заинтересовываем мы тем, что нужно узнавать свою семью, свою родословную и приходить к нам и делиться этой информацией. О прочатах у падагиды школьных музеев наученцы просусь на интернет-сайтах, где шукаются прозвищи червона армейцев, які похованы у мясовых могилках, але лечатся невядомыми. Причем с такими просьбами до их звертаются навт жахары інших краин. Ещё один на керунок. Вывучение боевых шляхов частей, які вызволяли гэтай мястіны в той же 30-й середній школі, гэта тычца двух овецынных полков 79-х гвардейських мазевського штурмового і 591-х знищальних. Увуглі такие гляда конкурсы на гомчине проводяться постоянно, але тематика их засёды розная. Пять гаду тому оценивали непосредний стан школьных музеев. Всё літа у рамках акции «Беларусь памяте» проводимую тут работу по увековечиванию памяти удельнику Великой Ачинной. Конкурс прошёл у двух номинациях, причём представленные работы меркуются використовувати у научальном процессе. У нас был конкурс в двух номинациях – «Видеофильм» и «Проект по увековечению памяти». Ребята, допустим, создали видеофильм о том, какую работу они проводят в музее. Эти видеофильмы мы можем использовать на любых внеклассных мероприятиях, рассказывать детям о потвике наших дедов, прадедов. Разом с дипломами «Перамоса» термали так само выдаткованные областным фондом «Меру» гранты на развитие школьных музеев. Их огульная сумма скалала 5 тысяч рублёв. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадо «Компания Гумель».